Глобальный форум молодых дипломатов. Потомки Николая Лобачевского в КФУ. Владимир Понкин, Сережа Драгни и Мэри Гу на поэтическом слэме. Всем привет! В эфир Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. В Казанском федеральном университете состоялось рабочее совещание с руководящим составом вуза. Оно прошло под председательством нового ректора КФУ Ленара Сафина. Перед стартом нового учебного сезона он вынес на повестку дня основные вопросы, касающиеся результатов приемной кампании, подготовки университета к образовательному процессу, заселение студентов в общежитие КФУ. Особое внимание глава Казанского университета уделил условиям проживаниям обучающихся, обеспечению безопасности вузе и текущей ситуации с иностранными студентами. 27 августа стартовал пятый глобальный форум молодых дипломатов. Площадка объединила сотрудников внешнеполитических ведомств из более чем 40 стран. О том, каким результатом они пришли, узнаете далее. В Казанском федеральном университете состоялась итоговая сессия пятого форума молодых дипломатов, организованная при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Участники обсудили тренды современной дипломатии, рассмотрели перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в цифровой, культурной, климатической и иных сферах. Казанский федеральный университет с радостью принял в своих стенах участников форума, ведь вуз дает глобальную перспективу развития для будущих специалистов в политической области. Скоро буквально с 1 сентября в университет ведет порядка 14 тысяч новых ребят, которые сейчас являются в Брин, скоро уже с 1 сентября станут студенты в нашем университете. Из них где-то порядка 3,5 тысячи будут иностранцы. И наша задача, конечно, здесь адаптировать и принять. И я думаю, они продолжат славные милиции своих путешественников. Я имею в виду революционные песни, но активно будут осваивать знания, развиваться, познавать их. Университет – это место глобальное. Оно всегда, по-моему, готово на это место, где оно находится, потому что оно дает глобальную перспективу, глобальную контекстность. И, конечно, мы очень рады, что университет не был в местном проведении мероприятий. Пятый глобальный форум молодых дипломатов. Пятый глобальный форум – это площадка для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами со всего мира. Среди приглашенных спикеров – представители федеральных и региональных органов власти, академических и общественно-политических кругов предпринимательского общества. С видеобращением к участникам форума обратился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Уважаемые друзья, свой вклад в общую атмосферу, в общую работу по поддержанию атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене вносят и ваши встречи. Ставшие традиционными, они опираются на концепцию так называемой горизонтальной дипломатии, которая ориентирована на развитие сети площадок неформального общения молодых дипломатов, представителей власти и экспертов. Радует, что и на этот раз программа форума весьма насыщена. Особо хотел бы отметить церемонию принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов. Символично также, что ваш слет проходит параллельно с еще одним значимым мероприятием – Казанским глобальным молодежным саммитом. Такие обмены по линии молодежи мы всегда приветствуем и поддерживаем. По итогам форума был принят итоговый документ, который обозначил солидарные подходы России и ее партнеров ключевым вопросом международной повестки дня и подтвердил приверженность молодых дипломатов в выстраивании эффективной коммуникации в целях укрепления сотрудничества между странами. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюз. Новый вид мошенничества. Как не попасть в просак и почему важно объяснять детям, что интернет – это не игрушка? Смотрим. В России набирает обороты новый вид мошенничества с использованием социальной инженерии. Мошенники предлагают несовершеннолетним взять банковскую карту у родителей и сфотографировать ее с обеих сторон, чтобы получить какой-то промокод. Естественно, никакого промокода нет. Мошенники просто списывают деньги с карты. Важный момент, что хотя бы один раз произошла утечка и, соответственно, хотя бы один раз они ввели код, но ввели не туда. То есть что может происходить? Допустим, вы открываете приложение в интернете, которое как бы как интернет-магазин, похоже на другой, но на самом деле им не является. Это называется «дефейсом». Если создать сайт, который будет похож на магазин, где вы делаете покупки и случайно вам это подбросить, там, допустим, прислать ссылку в имейлик и вы случайно нажмете, то вы перейдете к покупкам. Соответственно, вы ведете оплату якобы за эти покупки. И вот в тот момент, когда у вас приходит код подтверждения, вы думаете, что вы совершаете покупку, а на самом деле в этот момент глумышленники, получив данные вашей карты, с помощью вашего кода, они авторизуются там. Не все платежи требуют подтверждения. Только покупки в интернете. Если хотя бы один раз вы ввели свои данные не туда, либо совершили онлайн-покупку менее чем на 1000 рублей, СМС обычно не приходит. Так, предоставлено звонить в банк, во-первых. Во-вторых, надо перед звонком в банк в настройках запретить мобильные и интернет-платежи. Эти интернет-платежи, вы настраиваете их возможность с вашего приложения мобильного банка. И вы можете это отключить. То есть, что нельзя будет вашу карту просто ввести в любой сайт, просто в браузере. Также Михаил Абрамский дал несколько рекомендаций. К примеру, если вы не пользуетесь переводами или онлайн-шоппингом, а только картой, то лучше вообще включить мобильный банк. Еще одна хорошая рекомендация – храните деньги на разных картах. К примеру, зарплату на одной, а онлайн-покупки совершайте по другой. И когда что-то пойдет не так, то будет не так обидно. Елизавета Никитина, Универньюз. Потомки Лобачевского посетили музей Николая Ивановича. О том, как это было, смотрите в сюжете. Музей Лобачевского Казанского федерального университета посетили потомки Николая Ивановича. Он в течение 40 лет преподавал в Императорском Казанском университете. В том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его активность и умелое руководство вывели университет в число передовых российских учебных заведений. Музей понравился. Хороший, просторный. Цветовая палитра понравилась. Экспозиция, по-моему, грамотно сделана все. Ну, видно же, что доведен дома. Все это смотрится неуныло, несмотря на много старых вещей. Лобачевский был великим строителем Казанского университета. Новый ректор со свойственной ему энергией сразу погрузился в хозяйственные дела. Реорганизация штата, строительство учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий и обсерваторий, поддержание библиотеки и минералогической коллекции. А также участвует в издании Казанского вестника. Ну, мне, конечно, интереснее то, что связано с, наверное, с атрибутикой того времени и с личными вещами, старые фотографии. И мне, кстати, очень заинтересовало письмо Лобачевского и Версману, которое, как выяснилось, не вскрыто и неизвестно его содержание, но надо обязательно прочитать. Сам Лобачевский многое делал собственными руками. За время работы в университете он вел курсы по геометрии, тригонометрии, алгебре, теории, вероятностей, механике. Одновременно с преподаванием Лобачевский считал научно-популярные лекции для населения. А также неустанно развивал и шлифовал главное дело своей жизни – невклидовую геометрию. Первый набросок новой теории, доклад, сжатый, изложение начал геометрии, Лобачевский сделал 23 февраля 1826 года. Дата этого выступления считается днем рождения невклидовой геометрии. Амир Ахтямов, Универньюз. Искусство объединяет людей на протяжении тысячелетий. Оно выходит за рамки правил, оно вне политики. В эти выходные жители и гости города стали свидетелями уникального фестиваля современной поэзии. Каким стал летний слэм, расскажет Маргарита Михайлова. Программа развития современной поэзии слэм существует уже второй год. Движение занимается организацией поэтических батлов и фестивалей на различных площадках города. В минувшие выходные на базе парка Черное озеро состоялся второй летний фестиваль современной поэзии. Всего в мероприятии было задействовано четыре площадки. Маркет с продукцией локальных брендов, фристайл-площадка, летний дом с лекторием и главная сцена. В вечерней творческой программе приняли участие специальные гости фестиваля. Так вечер современной поэзии начался с выступлений поэтов лейбла Made in Sight и Владимира Понкина. Я думал, что не так много будет моих читателей, моих поклонников, а их оказалось очень много, и это прям здорово. Меня очень тепло встретили. Либо они услышали, как я читаю стихи и влюбились в меня и стали моими читателями-поклонниками, что для меня тоже является прекрасной вещью, новостью. Я не люблю вот эту дистанцию, я люблю, когда люди рядом. У меня зрение не очень, и я хочу видеть их лица. Я вот решил, что я выйду со сцены, посмотрю, хоть как реагируют люди и быть к ним ближе. Потому что микрофон и сцена создают барьер, а у меня такие стихи, которые обнимают, а люди этого, наверное, не до конца ощущают. И я выхожу к ним, вот вышел к ним, и они почувствовали атмосферу моих стихов так, как я хочу, чтобы они чувствовали. Мне кажется, вот именно последним стихотворением я поставил тот уровень, ту планку, к которой стремился. В творческой программе фестиваля также принял участие российский музыкант Сережа Драгни. Помимо музыкального творчества, артист впервые представил публике поэтическое стихотворение, которое он написал в армии. Для меня это, на самом деле, опыт новый, отшучиваться не буду. Я никогда не читал стихи на публику. Я не ожидал, на самом деле. Я думал, что я еду на какой-то фестиваль стихов, где нужно будет почитать стихи, заумно постоять и поехать домой. Но ребята оказались достаточно простыми, подбежали к сцене, мы начали петь. Все замечательно, почему нет? Неожиданным для всех стало появление на сцене фестиваля певицы Мэри Гу. Изначально она принимала участие в фестивале исключительно в качестве зрителя. Однако под конец вечера Сергей и Мария по просьбе публики спели дуэтом. Однажды я утону в нём, и как и в глубине твоей синема. Закат нас провожал, я смущённо молчал. Ты стояла напротив париметров, уходу тебя, и у лизуна, и петлица. Как смущённо молчал, я тебя провожал. Ты стояла напротив платья скромным. Я такой тебя навсегда запомнил. Участвовать в поэтических фестивалях со своими стихотворениями Мария пока не планирует. Однако в ближайшее время певица выпустит поэтический сборник. Маргарита Михайлова, Универ Ньюз. В Казанском федеральном университете продолжается заселение в общежитие. 30 августа процесс будет приостановлен в связи с празднованием Дня города. Финальный день заселения состоится 31 августа. С подробными правилами процедуры, графиком, списком студентов и необходимыми документами можно ознакомиться на сайте КФУ. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok